В трех сельских округах Щербактинского района, где находится природный резерват Ертес-Ормане, планируют ввести режим ЧС. Там продолжает гореть лес. Пожар локализовали, но он затронул 850 гектаров. На место выезжали министр ПЧС Сырым Шарипханов и Аким Павлодарской области Осейн Байханов. Организован специальный штаб полностью потушить пламя пожарные надеются в ближайшие несколько дней. Для этого сейчас службы ЧС продолжают сбрасывать воду в места задымления. Ближайшим населенным пунктом очагу было село Сугуб. При этом в связи с изменением направления ветра угроза была снята. Эвакуация населения не проводилась. На сегодняшний день проводится проливка отдельных участков. Открытых очагов на данный момент нет. В тушении пожара задействованы не только местные спасатели, но и пожарные из Астаны, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. По их словам, возгорание можно было локализовать раньше. Проездные пути, очень много объездов, прямых дорог не было. В основном объезжали. Ребята все профессионалы, все знают свою историю дела. В эти выходные горелый Байнаульский национальный парк, 800 гектаров сухой травы. Это возгорание также локализовали. А в еще одном, теперь уже степном пожаре, под гипостозом погибли более 70 голов овец и коз. Они были на отгонном пастбище. Еще примерно столько же животных пострадали. Как сообщили в ДЧС региона, степь загорелась из-за грозового разряда. Большая часть скота пала в селе имени Алькея Маргулана, где проживают около сотни семей. Я требую, чтобы Акимат компенсировал нам ущерб от павшего скота. Животные все еще умирают. Я ежедневно присылаю видео с павшим скотом. Я приехал сюда, в Павлодар, ради этого. В пресс-службе Павлодарской области сообщили, что после Ерты Сурмане Аким региона отправился в село имени Алькея Маргулана. Там сейчас подсчитывают ущерб. Субтитры создавал DimaTorzok